Одна из ключевых задач нацпроекта «Жильё и городская среда» – повышение комфорта городской среды. Благодаря нацпроекту за последние несколько лет в Славянском районе были построены парки в пяти сельских поселениях, проведена реконструкция Северного парка и городской набережной. В этом году благоустраиваются парковые зоны в посёлке Совхозном и Хуторе Беликов, а также ведётся строительство экологической тропы «Утиные плавни» на озере. Славянск-на-Кубани продолжает благоустраиваться и развиваться. Каждый год появляются новые места для детского и семейного отдыха. В 2019 году завершена реконструкция Северного парка. В прошлом году новый облик получила городская набережная. В этом году ведутся работы по благоустройству береговой зоны озера Толока, где появится экологическая тропа «Утиные плавни». Дизайн-проект «Эко-тропы» стал одним из победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». По предложениям жителей, которые принимали участие в обсуждении концепции благоустройства береговой линии, проект был сделан максимально экологичным. Он вписан в окружающую среду. По завершении строительства это будет комфортно для отдыха островок природы в городской черте. Проект сложный. Это связано с тем, что он расположен вблизи водной глади. Но, тем не менее, проектно-сметная документация разработана. Подрядчик работает согласно графику производства работ. И в конце текущего года мы ожидаем красивый объект для жителей и гостей нашего города, на которой будут установлены информационные стенды с описанием флоры и фауны. Это будет познавательный элемент в этой общественной территории. Кроме того, будут установлены красивые амфитеатры, смотровой балкон, причал остров и рыбацкий пирс. Это для любителей рыбалки. Протяженность участка, где ведётся благоустройство, свыше 500 метров. Значительная часть работ уже выполнена. Сейчас продолжается строительство смотровых площадок и пирсов. В скором времени приступят к установке и монтажу крупногабаритных форм. Здесь будет сделано современное освещение и озеленение. Строительство ведётся на федеральные средства. Стоимость объекта – более 90 миллионов рублей. Привлечь эти средства удалось благодаря активной позиции администрации города, которая разработала проект, подала заявку на участие во всероссийском конкурсе и выиграла. Благодаря чему у славянцев появится ещё одно прекрасное место для семейного отдыха. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, программа «События».